По федеральной программе модернизация школьных систем образования школа номер 15 будет не только капитально отремонтирована, но и укомплектована новым оборудованием и мебелью. К ремонту бригады приступили весной. На сегодняшний день выполнен большой объем работ. Заканчиваем черновую отделку, переходим к чистовой. Практически готова канализационная сеть. Подготавливаем школу к запуску тепла. Пока отопление заканчиваем, ведутся работы по восстановлению подвала, укладка плитки на полах. Также в ближайших планах строителей завершить внешние работы, в частности ремонт отмостки фундамента. Промежуточные итоги строительных мероприятий подвел глава Сарапова Виктор Шестаков. Он отметил, что ремонт не был бы полным и завершенным без благоустройства школьной территории. И хотя данным проектом это не предусмотрено, рассматриваются разные возможности приведения ее в порядок. Конечно, дополнительно, когда школа сама внутри ремонтируется, преображается, по неволе обращаешь внимание на прилегающую территорию. Но команда школы тоже готовится и к этому направлению. Мы дополнительно изыщем средства на разработку концепции наполнения внутренней территории, чтобы понимать, куда школа будет развиваться дальше с точки зрения внутренней территории. Не обязательно в следующем году, а в последующие годы, потому что инструментов сегодня много разных. Я вот знаю, что у школы самое серьезное настроение поучаствовать в проекте инициативного бюджетирования. Администрация образовательного учреждения и родительское сообщество рассмотрят реализацию двух проектов на школьной территории – обустройство спортивной площадки и Горьковского бульвара. На самом начальном этапе вместе с родителями, вместе с детьми разрабатывается решение дизайнерское. Мы работаем в концепции школа-музей, а сейчас вместе с сотрудничеством Номерского государственного университета со штабом родительского контроля и детской общественности разрабатывается дизайнерское решение по оформлению ниш. Одна из них будет посвящена начальнице гимназии, другая – произведением повести «Рыжие девочки». Второй этаж – это полностью посвящен архитектору Ивану Аполлоновичу Чарушину и его известным постройкам в городе Сарапуле и не только. Напомним, завершить все ремонтные работы планируется к 1 сентября 2025 года.